Вот самое интересное, что мы здесь собрались, это мои ученики, которые работают в разных странах. Проходит курс подготовки по методу саморегуляции «Ключ», для того, чтобы... ...будут для того, чтобы с другими заниматься, потому что для того, чтобы с другими заниматься, надо не только знать метод, но еще и надо знать, как его преподавать. А это уже педагогические особенности человека и некоторые знания, которые в системе курса для личного использования мы не даем, только для специалистов. А специалистов мы отбираем по их таланту, по их компетентности, не каждый человек может стать специалистом, поэтому сначала я провожу такое собеседование, переговоры. А это я горжусь вот этими специалистами, потому что они очень быстро развиваются в этом отношении. Мало того, что только метод «Ключ», но и возможности метода «Ключ». Вот сейчас, например, они представятся, а потом я скажу, для чего мы собрались. Вы увидите, что они даже посягают на то, чтобы развиваться в различных направлениях. Именно то, что «Ключ» позволяет делать. Вот Елена Познякова. Давай, Елена, расскажи, ты где находишься, в какой стране? Я живу в Германии, в городе Мюнхен. Работаю врачом. И я ищу психотерапевт. У меня частная практика психотерапевтическая. А я работаю с людьми, которые страдают стрессом, как у нас тут говорят, бёрн-аут, синдром выгорания. С людьми, которые страдают ожирением. Ну и вообще с людьми, которые имеют какие-то психические проблемы. У тебя вот, ты прошла все вот эти немецкие, вот эти вот консервативные, педантические, педантичные, так сказать, барьеры. И получила все эти документы, что ты действительно врач там. И работаешь ты именно с немцами, а не только с нашими приезжими русскими. Да, да, я признанный здесь врач, как обычный немецкий доктор. Я подтвердила своё общее медицинское образование. Раньше я была интернистом, терапевтом. Плюс ещё я выучила здесь на психотерапевта. Да, работаю со всеми, не только с русскими. И с немцами, в основном с немцами. У меня мало русских пациентов. Понятно, понятно. Ну мы потом ещё об этом поговорим. Мы сейчас будем интересным делом заниматься. А на Сгульте где у нас, в Казахстане, да? Да, я в Казахстане. Тоже являюсь, можно сказать, и коучем. И я не психотерапевт, но психолог. Ты психолог? Я психолог, а ты психолог, вынужден. Да, я помогаю людям побороть стресс. То, чем сейчас множество людей страдает. И в Казахстане в том числе. В моём городе, где я проживаю. В городе Уральск. Ну и вообще по западному Казахстану я работаю. В городе Атра, в городе Актау. И сейчас обучаюсь уникальному методу ключ, автором которого являетесь вы, Хасай Магомедович. Надо всё знать. Слушай, скажи, пожалуйста, мы бы для чего сейчас собрались? Лена мне сказала, из Германии. Я хочу развиваться в направлении. Первое, она хочет похудеть. Она сама занимается со своими пациентами, клиентами в Германии. Лично для себя тоже хочет, правильно? Вот мне это очень нравится. Потому что вот когда некоторые пишут, значит, книжки там пишут про какие-то методики, причём добавляет ещё автор какой-то методики, а сам в жизни даже его не использовал, это непонятно бывает. Лена сама на себе. И потом ты нам ещё раз, когда через несколько времени ты поработаешь с ключом лично для себя и покажешь себя, ты вот по весу себя покажешь, правда? Обязательно, конечно. Я потому что знаю, что такое быть толстым. Я когда-то была стройной, худой. Теперь я стала толстой, и я могу сравнить эту жизнь ту и другую. И я как бы этих, я почему взяла этих толстых себе пациентов? Потому что я их понимаю вот прямо до мелочей. И я считаю, что ваш метод, вот как я его знаю, сколько я там немножко знаю, это вот то, что им надо. Но сначала нужно себе попробовать. Во-первых, мы точно знаем, такая существует доктрина, что люди часто стресс заедают, и поэтому если снизить их напряжение, они будут меньше есть. Это понятно. Это правильно. Потом у нас в Москве такой Волков, он как раз всякий, можно я так скажу, худел. Я так, шутку ради, да. Худел девицу, и там у него 10 врачей, по-моему, было. Я их обучал. Я их обучал к врачу, потому что девица, она вот хочет похудеть. Ну, ей предписано, они там брали анализ крови на пищевую аллергию. На пищевую аллергию. И говорили, тебе, например, лимон нельзя. Определяли ей такую зелёную зону, что может, что нельзя. А она вот как понервничает, а опять раз боку маслом намазывает. Я их учил тому, чтобы они их научили, этих своих дам и мужчин, чтобы те, во-первых, меньше нервничали, а во-вторых, перемонтировать, пересоединить нейросети, мозговой связи, чтобы когда она понервничала, она уже булку маслом не мазала автоматически, а грушу съела, которую в сумочке носит. Ну, то есть вот этому я их учил, всех этих врачей. И они это дальше продолжали. В общем, я думаю, что это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса – это, конечно, не только снижение стресса. Может быть, это гормонально зависимый человек. Может, он сидит на каких-то отчетовидке, связанной с проблемами. Может, он сидит… А может быть, он просто генетически так задан. Может, ему вообще нельзя менять вес. Может, он там пытается худеть, он там пытается много чего делать, спортом заниматься. Худеет, а ему от этого еще хуже. Ну, это же вопрос, вопрос, а не простой. Поэтому ты у нас летчик-испытатель, условно говоря, как врач на себе все проверишь. Да, а потом дашь своим клиентам. А я, который этим уже много лет занимаюсь, я обучал врачей в Москве, которые этим занимаются, имею большой опыт, я тебя буду постоянно поддерживать и давать советы, чтобы там определенные меры предосторожности, ну, как у нас у врачей принято, да? Чтобы люди получали только удовольствие. Да, чтобы они теряли килограммы и радовались. Да, ну, что мне особенно отрадно, что ты мне сегодня сказала, я поэтому говорю, давай включим ее, чтобы все посмотрели, что мы делаем. Не только потому, что мы за мир в мире, не только потому, что наши ученики и школа Homo Futurus существует во всем мире, потому, что мы тот простой пример международной площадки, когда люди многих разных стран, развивают у себя творческие качества, изобретательское мышление, научаются регулировать свое состояние, самое главное, переводить пики стрессовых напряжений, как стартовые площадки, как трамплин, для повышения планку целей и лучшего достижения результата. И вот поэтому мне нравится, нравится вот такая наша дружеская связь, потому что мы пример мира в мире и решение различных интересных вопросов. Вот ты сейчас говоришь, а меня не только это интересует, меня интересует, как рисовать. Да. То есть мы развиваемся. Мы развиваемся, потому что принципы ключа позволяют быстрее научиться рисовать, играть на дудочке, играть на балалайке, танцевать. Любой йоги, любой физкультуре, любой цигун можно легче и свободнее осваивать, когда ты снят с доски почета, там, где ты находишься, с зажимами. Да. Потому что, когда у тебя зажимы, ты можешь таким быть, таким, да, щелки надувать там и так далее, но на самом деле на проверку тебе скажут, скажи два-три слова, а ты теряешься. Да. А снял зажим, и ты можешь все. Ну, этим Станиславский занимался, Михаил Чехов занимался. Вообще сейчас всех репетируют в этом направлении, чтобы они умели снимать зажимы. Потому что, если человек зажатый, он не может выступить на уроке, если он зажатый, он не может помириться с мамой, если он зажатый, он не может с соседом найти общий язык, если он зажатый, он плохо рулит, водит машину. Ну, это очень много-много. Поэтому снимая нервно-мышленные зажимы, очень важно для рисования. Отчего они там могут возникать? Ну, во-первых, для тебя это неизвестно. В области у тебя есть определенные представления. Да. У тебя есть представления со школы. Вот Шишкин, Репин, Шагал, Мунк. И ты думаешь, слушай, я аж так не умею. А они-то стали потому Шагалами, Шишкин, Репин, Мунками, потому что никого не слушали. Именно поэтому. Потому что повторители и повторители, которые просто копируют других, их много. А они как раз-таки никого не повторяли. Значит, у них был другой принцип. Значит, когда они рисовали, они старались не быть похожими на других, а рисовали то, что сами чувствовали. Опять же, для этого нужно, чтобы человек был не зажатый. Значит, мы сначала снимаем зажимы. Теперь мы понимаем, у нас есть для этого в методике ключ, а есть еще и психологическая часть, чисто психологическая, устройство рабочего места. От чего у нас могут быть зажимы? От подсознательных беспокойств. От устройства рабочего места. Ну, например, вот вы рисуете, а сами в это время думаете, а как я потом руки мыть буду. Или вы рисуете, а сами думаете, а у меня же голубой краски не хватит. Или вы рисуете, а сами думаете, ну, холд же у меня не очень хороший. Понимаешь? То есть, есть какие-то факторы, почему Владимир Ильич Ленин говорил, но я их вспоминаю, потому что очень многие фразы его сделали большими такими. Ну, да. Самое главное, это устройство рабочего места. Рабочее место должно быть правильно организовано, чтобы оно само нас заставляло хотеть работать. Правильно? Да, вот. Ага. Поэтому я, например, лично, я очень быстро стал рисовать, потому что у меня сначала был комплекс, что я не умею рисовать, потому что я думал, что это как другие рисуют. Конечно, я так не умею. Я же не шагал, как я могу рисовать, как шагал. Для того, чтобы рисовать, как шагал, мне надо многое научиться. А для того, чтобы учиться так, как я рисую, это что такое? Я вот видишь, уже мне звонят там по скайпу. Я сейчас скажу, что я занят, потому что у нас важен. Ну, начнем с того, что у тебя краски есть. Краски есть, целый ящик. Я уже 150 раз все покупала, собиралась, потом так он у меня ящик этот наполняется. Мне дочь дарит регулярно, краски. мне краски. Дочь, приспеши, ящик нужно встать в бюро. Вот я его открою в ящик. Да, от красок же тоже зависит. Ведь если ты начнешь акварелью рисовать, там пятно поставишь и справить не моешь. Нет, я, у меня есть гуашь, у меня есть пастель. Я почему-то решила, что пастель меньше всего грязи. И у меня есть масляные краски. И карандаши. У меня, я во вся, у меня все есть, только вот никак я не сделаю первый шаг. Холст, холст у тебя есть? Холст у тебя сегодня, может и есть. Ну ты посмотри, ну не дадут они же нам, да? Вот сейчас я вам скажу, что вот ко мне, чтобы позвонили через час. Хорошо? Потому что это... Алло. Алло. А ты пока поставь холст. Лета, пока холст, пожалуйста. Если холст у тебя есть, я не понял, есть или нет? Холста нету сегодня. А как мы будем рисовать? А мы уже сегодня прям начнем? Ну а как же, подожди секундочку, тут ко мне звонят из Украины. Алло. Алло. Здравствуйте. Сейчас я не могу беседовать. Кто это говорит? Алло, кто это говорит? О, я включил. Видно меня? Я сейчас говорю по скайпу с Германии, с Казахстана. Давай через часик, можешь? А, не могу. А мне видно сейчас, да? Я уже выключил изображение. Давай через часик, позвони мне. А, ну, Магомедович, хорошо. Нет, подожди, если не можешь, через полчаса позвони. Ну, ты скажи мне только заранее, потому что мы занятия проводим. Все, я пустил, да. Я постараюсь, Магомедович, через полчасика, хорошо? Давай, родной, все, есть. Вот краски, масляные. Короче, я хочу тебе сказать, чтобы так не углубляясь в мелочи, да? Да. Хочу тебе сказать, рабочий стол должен оптимально, быть, чтобы тебе не мешало рисовать, чтобы место тебе не мешало рисовать. Тебе должно быть так удобно, и ты должна быть в таком почетном месте, чувствовать себя творцом, понимаешь? Потому что, если заранее знаешь эту бумажку, которую ты сейчас размалюешь, тебе придется здесь, получится выкинуть, тебе творец не включается. это то же самое зеркало, женщина подошла к зеркалу, если она себя к героине не чувствует, она так не подмажется, как надо. Самохвост, она даже, когда ты становишься перед холстом, или там кладешь перед собой бумагу, над которой картон, или что будешь рисовать, ты должна чувствовать, что ты на самом почетном месте, что ты героиня, что ты великий художник. Ты выпускаешь, выпускаешь поток сознания, ты начинаешь рисовать, совершенно не задумываясь. Вот есть автописьмо, автописьмо, когда человек думает, о чем думается, и автоматически пишет. Да. А это авторисование, авторисование. И ты так рисуешь, что ты хочешь, понимаешь? Ну, для этого нужно стиль подобрать, а стиль зависит от красок, от твоего темперамента, и от того, на чем ты рисуешь. Ну, ты как хочешь, чтобы мы потом действительно на холсте. Давай я бы тебе хотел посоветовать. Если у тебя есть там, у тебя какие, ты говоришь, там темпера, темпера. У меня есть темпера, у меня есть масляные краски, у меня есть гуашь, у меня есть пастель, пастельные мелки и так далее. Ну, мы могли бы и пастелью сейчас начать, в принципе, ну, я хочу, чтобы ты по-настоящему сделала с художником. Ну, просто как начали, чтобы ты с первого раза почувствовала, что ты о, понимаешь? Угу. Ну, давайте сегодня теорию, а завтра я куплю себе холст, и мы во вторник начнем практику. Это будет потрясающе. Мы все будем потом наблюдать. доктор из Германии, Елену Познякову, которая учится рисовать, и самое главное, худеть. Да. Да, и через пару раз я увидел, что ты нарисовала, и какая-то стала. Это будет потрясающе. А назгуль наоборот, да, назгуль? Ты хочешь поправиться или что? Я, я хотела бы помочь. Я, наверное, да, да, поправиться чуть-чуть. Поправиться чуть-чуть, да, чуть-чуть. И надо Джамильку у Джамиля, у Лены чудесная дочь. Да, вот моя дочь. Ну, покажи, Джамилечка, я твою улыбку люблю ужасно, потому что вот когда я смотрел наше прошлое видео, как мы с тобой, ты тогда раньше каратэ занималась, по-моему, да, и готовила соревнования, потеряла уверенность в себе, и мы тогда с тобой занимались. Вот я эту улыбку все время помню. Ну, давай, ну, покажись, ну, покажи сюда, пусть все порадуются. Вот я где-то. Да, 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 да. Привет. Да, да, и Замилька умеет себя уже настраивать. Ты умеешь себя настраивать, нет? Да, но я работаю над этим. Да? Это говорит о том, что не умеешь или умеешь? Умею, да. Ну, ты можешь нам потом рассказать, как ты это делаешь? Потому что тысячи-тысячи людей, которые тоже сдают экзамены или каратэ занимаются, или занимаются другими делами. Поделишься с ними, да? Конечно. Вот ты молодец какая. Вот ты тоже потом будешь профессором, потом тоже научишься преподавать. Я тоже один. Молодец. Назгуль, скажи, что ты хочешь, чтобы мы понимали, что от тебя ждать в следующий раз. Ты будешь холст готовить или ты будешь вопросы готовить? Я, наверное, то и другое буду, потому что я тоже хочу начать рисовать вот именно на холсте, потому что я только бизнес-рисунками занималась. А так, чтобы картины писать, нет. Но мне давно хотелось, у меня тоже есть желание. Я могу к вам присоединиться. Давай, 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 давай. Это было бы очень интересно. Давай, договорились. Значит, мы в следующий раз тоже проведем. А сейчас мы это выдадим в эфир. Пускай люди смотрят, чем мы будем заниматься, потому что мы участники выдающейся школы, единственной в мире, которая называется «Школа Человек Будущего» Homo Futurus для развития творческих качеств изобретательского мышления. Чтобы каждый человек понимал, что умея управлять энергией стресса и используя пики напряжения, когда ему страшно, когда ему плохо, если он в этот момент сделает кое-что, об этом мы потом будем говорить, то вся эта энергия напряжения пойдет в нужном для него направлении, и он получит новые достижения. В открытиях, в изобретениях, в стихотворениях, в произведениях. Ну, все, договорились. До встречи, друзья. А встреча будет... Давайте во вторник. Ну, давай еще во вторник. В это же время. Давай, договорились. До встречи. Спасибо большое. Спасибо, пожалуйста. Надо будет еще... Пока-пока встречи. Надо будет еще...